На минувших выходных в соцсетях рассказали о брошенной собаке в сотых кварталах. По словам очевидцев, какая-то женщина, видимо, хозяйка пса, привязала его к ограждению и оставила. Сейчас по закону это жестокое обращение с животными и карается штрафом. К слову, в этом году в республике завели уже три уголовных дела по факту смерти животных. Другой громкий случай. Улан-Удениц выкинул своего кота с 11 этажа. Все произошло в доме на улице Ключевская. Животное чудо выжило. Он зацепился за нижний балкон. Заявления и сообщения об инциденте с животными на улице Ключевской в полицию не поступали. Информация, размещенная в социальных сетях, передана участковым и полномоченным полиции для решения вопроса о проведении проверки. Еще об одном инциденте рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья». Волонтеры нашли истощенного брошенного щенка. Он ужасно боялся людей. Брэнди, так назвали щенка-волонтеры, выходили. Сейчас ему ищут дом. Как рассказали в фонде, в случае, когда кошек и собак выбрасывают, не редкость. Сейчас в фонде содержится около 300 животных. Вообще, каждый день, каждый день по несколько обращений. Буквально вчера выбросили в частном секторе кошечку с четырьмя котятами. Сейчас они прячутся под досками, вот ищем место, куда их забрать, потому что уже холодно. В наше время почему-то животных воспринимают и в роли игрушек, в роли вещей. Есть такие люди, которые просто даже не то, что захотят помочь животному, они мало того, что пройдут мимо, еще кто-то и обидеть может. Установить нарушителей закона и тем более привлечь их к ответственности, по словам зоозащитников, очень сложно. До суда доходит меньше одного процента преступлений, хотя ежегодно по всей стране регистрируют сотни случаев. Так, за 2022 зафиксировали 709. Сейчас наказание ужесточили. Нарушителям грозит штраф от 5 до 100 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы до 5 лет. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Одно из последних дел, что дошло до суда – серийные убийства кошек в Москве. Жертвами Олега Кривякова стало как минимум четверо бездомных животных. В начале января его приговорили к 2,5 годам колонии. Если вы стали свидетелями жестокого обращения с животными, то по возможности снимите произошедшее на телефон, возьмите контакты других свидетелей, а после подайте заявление в полицию. Если ответа нет, можно обратиться в прокуратуру. И, конечно, стоит позаботиться о пострадавшем животном, отвезти в ветеринарную клинику или передать зоозащитникам.